привет привет и сейчас пробуем если эфир не отключится то будем продолжать если отключится то на 14 часов по барнаулу перенесем какая-то проблема у нас ждем еще минуточку какие-то чудеса творятся опять с инстаграмом бывает такое что просто-напросто вылетаешь с эфира сейчас подождем посмотрим всем привет привет ребят ждем если не вылетим то значит будем проводить эфир буквально минутку подождем сегодня пробовала пробовала с утра уже несколько раз выйти в эфир у меня просто-напросто выкидывает ничего страшного лидер темы отличается что он идет до конца с десятой попытки но мы добьемся своего но я так думаю что у нас уже все нормально раз эфир идет то значит значит можно продолжать но если вдруг я отключусь то значит я наверное все таки и буду проводить чуть позднее а значит всем привет меня зовут светлана донцова ребята наверное сейчас под под зайдут немножко попозже вот здоровы с теми кто у нас будет смотреть в записи эфир ну думаю все будет нормально вас не отключился вот у меня сегодня такая тема актуальная тема в общем-то для каждого человека которые которые пришел в компанию арифлейм для того чтобы рассмотреть какую-либо возможность неважно какую вот и у меня сегодня тема все вы знаете правило 3 п 3 о да как некоторые называют кто как то есть три правила которые должен выполнять бизнес-партнер для того чтобы стать таковым вот эти правила они не сложные они простые да и для того чтобы здесь в общем-то начинать что-то действовать и что-то пробовать делать и понимать подходит ли тебе этот бизнес или не подходит твое это или не твое да как многие говорят о это не моё здесь нужно как раз таки вот эти три правила делать вот я их напомню первое это организация личного заказа мы учимся организовывать заказ да и буквально сегодня мы в команде своей запускаем проект который запустила ирина басюк этот проект называется 5-10 5 дробь 10 да то есть десять дней команда будет работать с каталогом вот план с в день и значит вручить пять каталогов отработать пять каталогов и таким образом мы сами учимся работать с каталогом честно говорю для меня это некомфортно потому что с каталогом я работала два года назад буквально там два или три каталога когда только зарегистрировалась потому что у меня не лежало на полочке 6 тысяч и для того чтобы организовать 150 баллов да и я пошла по соседям пошла на работе в бухгалтерии раздала каталоги да показала девочкам таким образом я собирала три каталога подряд вот то ли три то ли два то ли четыре но цифра маленькая была вот после того как у меня уже начала расти группа я естественно перестала работать с каталогом и в основном все свое время тратила на рекрутинг вот значит первое правило это организация личного заказа научиться как предпринимателю делать заказ не менее 150 баллов если у тебя есть руки-ноги если у тебя есть голова если ты хочешь стать предпринимателем то ребят не стоит задача да там в каталог организовать лично допустим заказ на 600 тысяч да не стоит задача лично продать 4 тонны кирпичей да там или 500 кубов сена да в три недели у тебя стоит задача просто-напросто помыться самому и помыть своих знакомых возможно кому-то предложить каталог это не сложно на самом деле и для предпринимателя для того человека который не ходит по рельсам да там вот рельсы и все и больше никуда он не двигается ни в сторону но для предпринимателя это не сложно организовать 150 баллов товароборот да это первое правило второе правило у нас идёт обучение как раз таки сегодня я хотела поговорить о нём чуть позже значит на нём остановимся и третье правило которое у нас для бизнес-партнёра для того человека который хочет стать предпринимателем и состояться здесь да в качестве предпринимателя третье правило это рекрутинг по рекрутингу давайте наверное если будет сегодня обратная связь можно будет поговорить завтра у меня ещё эфир завтра потому что у нас менеджер не может выйти в эфир буду заменять вот значит давайте остановимся по по второму правилу обучения вы знаете пошла такая тенденция стала наблюдать когда партнёры приходят новые партнёры приходят да там либо старые партнёры уже которые давно здесь в бизнесе когда приходит человек мы его нацеливаем на то чтобы здесь нужно 80 процентов уделять рекрутингу это на самом деле так для того чтобы у тебя шёл поток людей для того чтобы у тебя из бассейна вода выливалась меньше чем бассейн вливалась то есть рекрутинг это наша основа это наша база это наш товарооборот это наши деньги да это наша команда в общем то это всё наше то есть без рекрутинга этого бизнеса не будет то есть самое главное нужно понимать что это рекрутинг 80 процентов своего времени который мы уделяем на развитие в компании Арифлейм мы уделяем на рекрутинг вот будете уделять меньше ну как бы немножко у вас не так будет получаться результат вот и нацеливаем на то что 20 процентов по ходу рекрутинга мы обучаемся сейчас заметила такую тенденцию в команде что приходят новички посмотрели там допустим презентацию бизнеса и говорят ой ты знаешь я все поняла как построен этот бизнес я поняла как работает эта система и в общем то мне все понятно ладно тут фигня вот и или такие партнеры которые уже допустим давно в команде да ой я столько вебинаров смотрю я уже все поняла мне уже ничего этого не надо да в общем то ерунда какая-то господи я что возражение что ли вебинар не увидела сто пятьсот раз я его увидела и на той неделе видела вебинар да возражение еще в записи посмотрела что там нового то я увижу вот или там допустим успешный старт да вебинар там хочу его смотреть я уже посмотрела привет привет всем вот и понимаете идет такая тенденция это что человек который в общем то нацелен на 20 процентов на обучение да 80 процентов на рекрутинг он просто напросто вот эти 20 процентов я заметила он откидывает и в пропорции с тем рекрутингом которые он делает да допустим в день он ну давайте говорить честно да в неделю допустим партнер новичок который в общем то хочет но не горит и нет у него цели конкретной да прийти к такому то времени к такому то результату начинающий либо уже укореневшийся партнер да здесь он в день приглашает ну максимум ой в неделю давайте возьмем максимум там ну пять человек да и в зависимости от этого на пяти человек вот на пять человек у него уходит по времени ну там давайте возьмем ну часа два максимум да потому что как правило тот человек который приглашает пять ну пять потенциальных партнеров пять презентации делает да в неделю это скажем так не качественные и не полноценные презентации значит это вот как то вот так то все по шапкам да вот и если говорить что пропорционально у такого партнера если вы допустим себя узнаете да вы пять презентации сделали из них у вас в лучшем случае будет одна регистрация из них вы в неделю посмотрели один вебинар то ребят ну как бы не стоит ждать развития дальнейшего в компании рефлейм потому что завидела такую тенденцию когда я пришла когда я пришла моя команда в которую я пришла а в принципе вся занималась рекрутингом по активным контактам да то есть вот вот полностью шла прокачка по активным контактам никто не рекрутировал в социальных сетях я попробовала порекрутировать активными контактами я поняла что это ну вот как бы мне на данный момент не подходит потому что я результата не вижу да потому что ну возможно мне было сложно выйти как-то из зоны комфорта Возможно, мне надо было себя как-то обточить, да, там, как-то попробовать поработать с собой. Короче говоря, я поняла, что активные контакты – это пока не для меня. Они для меня закрыты, я пробовала, но это было нечасто. Вот, и я начала искать свой метод рекрутинга самостоятельно, без помощи спонсора, без помощи какого-то там, я не знаю, там, друга, да, там, или партнёра в команде. Я просто начала самостоятельно искать. Ребят, я перелопатила тонну вебинаров, я смотрела и продвижение, я смотрела и не продвижение, я смотрела всех успешных предпринимателей, которые здесь уже состоялись. Я столько много всего смотрела, столько много всего читала, я просто-напросто не ложилась спать, пока я не просмотрю вебинар, тот, который идёт по команде. И, в общем-то, в течение дня я ещё умудрялась, пока еду на работу, включать аудиокнигу и ещё где-нибудь в промежутке посмотреть вебинар, допустим, тех же Шаймардановых или, допустим, там, Васильева, да, то есть мне это было интересно, мне нужно было ответить на мой вопрос, как, как мне делать это, как мне рекрутировать. И когда, допустим, приходит новичок и говорит, ой, я не знаю, у меня ничего не получается, я вот целых троих-четверых позвал по тёплому рынку, они у меня как бы не хотят, и всё, больше я ничего делать не умею, у меня нету ни странички ВКонтакте, в Одноклассниках, да, там где-то. Я не умею работать в соцсетях и, как бы, да, да, конечно, всех подряд смотрим. Ну, сейчас вот я целенаправленно уже честно поставила себе планочку смотреть наших однозначно, вот это вот сто процентов, потому что у каждого партнёра с нашей командой есть чему поучиться. Вот, когда я не смогу, не могу это смотреть онлайн, я это смотрю обязательно в записи, я рано встаю и ложусь как бы в то время, когда у нас уже идёт середина вебинара, да, я засыпаю, но однозначно я его смотрю в записи, у меня вся команда, в принципе, по срокам получается, Магаданская, она у меня вся по срокам не попадает в то время, когда у нас идёт вебинар, да, от Барнаула, допустим, вот, по московскому времени, и, естественно, мы смотрим вместе, вот. Это у меня уже прям закон, я себе выстроила график, что я смотрю с утра запись, однозначно, вот у меня на три часа, у меня есть обучение, вот. И когда ребята приходят и говорят, что у меня ничего не получается, ребят, ну, блин, ну, попробуйте. А для того, чтобы попробовать и для того, чтобы узнать, как это делается, да, как, допустим, рекрутировать в социальных сетях, да, то есть, когда я пришла, ещё раз расскажу вот историю мою, когда я пришла, у меня, в принципе, мой спонсор, она не рекрутировала в социальных сетях, и это даже хорошо, потому что мне не на кого было понадеяться, я пошла сама искать вот эту тему, вот. И, знаете, ребят, нужно посмотреть, нужно поучиться, нужно, нужно потратить на это время и найти свой метод, да, попробовать каждый метод. Посмотрите вебинары, допустим, как рекрутировать. Я прям забивала в YouTube, как рекрутировать в Reflame, то есть, я не понимала, кто ещё про движение, кто не про движение, я просто забивала и смотрела, и оттуда я взяла информацию, да, то есть, мне надо было, я такой человек, мне надо было в сжатые сроки понять, стоит ли мне этим заниматься или не стоит. Поэтому я за несколько дней прям перелопатила прям огромное количество вебинаров. Я поняла оттуда, да, поняла с обучения, поняла с вебинаров, что есть масса методов рекрутинга, масса, бери, вот самый ленивый только не зарабатывает в этом бизнесе. Хочешь, иди активными контактами рекрутируй, хочешь, иди в социальные сети. Тёплый рынок – это классика жанра, да, она всегда даёт результат. Хочешь, устраивай мероприятия, да, какие-то. Вот у нас сейчас в команде два проекта параллельно идут, тоже по моей инициативе, в принципе, я их продвигаю в команде. Первый проект – это мы работаем с детскими садами, да, мы запустили рисунок, вот, собираем контакты. И второй проект мы в начале вебинара, я сказала, мы сейчас работаем 10 дней, сегодня первый день, мы работаем с каталогом. Вот, то есть по команде запустили вот этот проект, который Басюка рекомендует 10 дней 5 каталогов отработать. Вот, понимаете, методов рекрутинга, ну, просто миллион, да, только вот ленивый не зарабатывает. А для того, чтобы понять, узнать и почувствовать душой, да, и телом, какой тебе близкий метод, нужно обучаться. И вот заметила я, ребят, к сожалению, что, привет, привет, что у нас как-то на обучение стали мало времени уделять, ребята, да, мало читают, мало смотрят вебинаров, да, я все поняла. Вот, как бы, понимаете, тот лидер, который хочет докопаться до истины и получить здесь результат, понятное дело, он горы свернет, он будоражит там весь интернет, да, посмотрит это все, он прочитает книги, он начнет действовать, это понятно, но такие единицы, вот, но есть люди, которым, возможно, нужно длительный срок для созревания, да, и вот здесь как раз-таки в помощь, в помощь наше обучение. Если у тебя не получается, допустим, знаете, у меня есть одна девочка в команде, вот, и, в общем-то, на протяжении долгого времени она рекрутировала одним и тем же способом, вот, долго мы с ней разговаривали, долго мы, как бы, перетирали эту тему, то, что, ну, блин, ну, не получается у тебя там результата, да, ну, сделай, отойди чуть в сторону, нельзя по рельсам ехать, нельзя вот прям, вот, знаете, вот как, вот так вот, а едут, это мышление наемного работника, да, когда вот прямо-прямо по рельсам или как вот лошадь, да, вот так вот, то есть ни шагу влево, ни шагу вправо. Предприниматели – это тот человек, который ищет где бы, где бы, где бы, да, как бы, как бы, как бы, вот, вот, и сколько мы разговаривали, попробуй другой метод, попробуй. И, знаете, я прихожу к выводу, не получается у человека только лишь потому, что он не обучается, он не знает, он не ходит на вебинары, он не знает, как команда работает, как ребята работают, какие есть методы, какие есть, в общем-то, фишки, да, и согласитесь, в наших вебинарах мы это все получаем, в наших вебинарах мы каждый готовы отдать в свою команду все знания, которые мы получили, и мы их готовы отдать. И каждый вебинар, он уникальный, каждый вебинар в нашей команде, он тематический, и он как раз-таки для того, чтобы человек нашел свое место здесь. Вот, и, ребят, хочу вот прямо пристально, ну, как бы, обратиться к вам, обратиться ко всей команде. Не игнорируйте вот этот пункт, к которому у нас идет обучение, потому что у нас как-то так вот получается, сложилось, что личный товар, а воборот, мы все понимаем, что это такое, да, что нужно его организовать для того, чтобы получать доход, да, или нужно стремиться к этому, чтобы организовать 150 баллов, чтобы стать бизнес-партнером, чтобы находиться в определенных чатах, чтобы двигаться по карьерной лестнице, да, это все понимают. Все понимают, что надо рекрутировать, все понимают, что нужно пополнять свою команду, нужно делать товарооборот для компании, но многие стали упускать вот этот вот промежуточный третий пункт, да, который у нас идет обучение. И когда вот нету сцепки трех правил, да, то есть ЛТО, рекрутинг и обучение, вот когда некоторые убирают вот это обучение, то получается, ну, как бы цепочка рвется, и результата не получается. Вот, поэтому очень важно ходить на вебинары. Это по поводу вебинаров. Второй момент. В системе обучения все вы находитесь в чатах. Все находитесь в чатах, и у каждого есть командные чаты, лидерские чаты, новичковские чаты, продуктовые, wellness чат, да, вот. И когда идет активная позиция человека, того, который приходит в команду в чатах, он начинает здороваться, он начинает, ну, новичок, допустим, да, он начинает поздравлять других с новыми уровнями, он начинает поздравлять других с днем рождения, он начинает спрашивать вопросы в чатах, да, он начинает задавать вопросы спонсору, вот. И его в команде видно, вот этот человек делает правильные действия, то есть он начинает коммуницировать с командой, а если человек научится коммуницировать с командой, общаться с людьми, да, с большим количеством людей, и не бояться, допустим, в чате написать, ребят, подскажите мне, что мне сделать, да, почему мне так не получается, вот. Вот этот человек однозначно состоится в нашем бизнесе, потому что это очень важный навык, это очень важный навык быть активным, активным в чатах, чтобы тебя видели, тебя видела команда вышестоящих лидеров, да, и тебя видела твоя команда, и когда они видят тебя, они тебя дублицируют. Хуже всего, когда человека, как я их называю, пылесосами, вот в последнее время прям часто применяю это выражение, когда человек заходит в чат, открыл чат, посмотрел и закрыл чат. Даже зрелые лидеры некоторые так ведут себя. Ребят, так нельзя, надо давать обратную связь. Если спонсор написал, допустим, какое-то сообщение, да, а вы видите, что под, допустим, там, каким-то промоушеном уже два человека поставили класс, да, там класс, и вы такие думаете, ой, ну что там два человека уже поставило класс, да, нафиг это надо. Поймите то, что вы должны себя показать, вы должны себя показать для своей команды, как надо делать. И это, и это нужно делать с первых дней, с первых дней, когда вы приходите к нам в команду, к нам в проект, к нам, значит, в компанию Арифлейм, потому что это лидерский навык лидера в компании Арифлейм, да, то есть будьте в народе, будьте видны, будьте, как бы, активны, да, и будьте позитивны. Вот здесь, конечно, это однозначно. Вот, поэтому, ребят, вебинары, чаты, давайте поговорим о планерках. Когда, значит, у нас идет планерка, и, допустим, спонсор пишет, да, ребят, давайте вот там такого-то числа организуем планерочку, да, и вы такие думаете, ой, да что я буду писать, да, там, допустим, вот у меня сейчас обновилась команда, да, и я пытаюсь через личку вытянуть каждого на планерку, и пытаюсь, в общем-то, на общую аудиторию спросить, ну, вот на общий костяк, да, на общих активчиков там спросить. Ребят, давайте договоримся, у нас команда разбросана вся по разным часовым поясам, но нужно, естественно, найти компромисс, нужно найти время так, чтобы мы все дружно ходили на планерку. Для чего это надо? Поймите, спонсору планерка, как таковая, нужна со своим спонсором. Вот, по сути, да, но однозначно спонсору нужна планерка со своей командой. И если вот команда не будет ходить к спонсору на планерку, ребят, вы откуда будете знать, что происходит в команде? Вы откуда будете знать, что происходит сейчас вот онлайн, да, то есть мы понимаем, что у нас есть от компании определенные мероприятия, да, вот там, допустим, скоро объявят конференцию, мы об этом все узнаем, а здесь на планерку ходить не надо, мы, допустим, знаем, что есть сейчас Адреналин, да, крутая программа от компании, но у вас есть команда, у вас есть планирование, у вас есть анализ, и у вас есть внутренние проекты, те, которые внутри команды, и их нужно знать, и в них нужно участвовать. И это однозначно, конечно, можно коммуницировать на планерках, да, то есть для чего мы идем на планерку? Мы, во-первых, узнаем полезную информацию от спонсора, да, я сейчас говорю для тех ребят, которые должны приходить на планерку, не те, которые проводят, те, которые проводят уже молодцы, они знают, что нужно делать. Вот, мы получаем информацию от спонсора, да, актуальную информацию раз в неделю, мы учимся анализировать свои показатели, и мы планируем свои показатели, да, вот, мы, в общем-то, в команде, и мы должны понимать, что сейчас происходит, и как лично мне, да, допустим, выйти на тот или иной уровень, в этом поможет только спонсор. И когда вот вы посещаете вебинары, когда вы посещаете планерки, вы активны в чатах, вы читаете литературу, вот, допустим, у меня тут книжечка, да, сейчас читаю вот такую вот книжечку, действуй, вот, начала, вот у меня вот такая здесь заколочка, это я так ограничиваю то, что я прочитала. Значит, когда вы читаете литературу, прямо вот организуйте свой график так, чтобы, допустим, 30 дней у вас уходит на прочтение книги, час уходит на просмотр вебинара. Если вы не смотрите онлайн, опять же таки повторюсь, да, вечером там по Барнаулу, а вы находитесь где-нибудь в северной столице, да, там где-нибудь в Макадане, в Сыктывкаре, неважно, вот, то значит, когда просыпаетесь, распланируйте так свой день, чтобы вчерашний вебинар посмотреть сегодня однозначно. Если вы не, как бы, не смотрите каждый день, то вы теряете эту информацию, а каждая информация нам дана для того, чтобы найти какой-то ответ на какой-то вопрос. Вот, поэтому те ребята, которые обучаются, у них, естественно, будущее, хорошее будущее, и те ребята, которые действуют, у них однозначно будет будущее в нашей компании, в нашем проекте. Ребят, не забывайте, пожалуйста, о таком важном пункте, как обучение, и не игнорируйте его, и, знаете, там, бывает там, ой, так много информации, так много информации, прям забросали, прям надоело. Ну, научитесь, научитесь, пожалуйста, вот из всего того потока информации, который идет в чатах, да, научитесь брать для себя, вот прям поштучно выдергивать ту информацию, которая вам нужна. Информации всегда будет много, ее мало не будет, мы живем сейчас в такой век, когда, ну, когда мир движется в такой прогрессии, в которой только нужно успевать. И если вы не будете тренировать свой мозг, да, вот большим потоком информации, то, конечно, блин, надо успевать за поездом, поезд-то уходит, да, вот, потому что, ну, сейчас мы живем в такое время, и не надо думать, что, допустим, у нас именно в команде, да, там большой поток информации, большой поток информации везде, в нашем мире, вот то, что нас окружает, вы посмотрите, что творится, да. Допустим, если говорить, вот вчера наблюдала за сыном, он садится, и он у меня занимается футболом, он сел, начал играть в PlayStation. Ребята, мне, ну, честно, он закачал какую-то новую игру, я никогда не парилась тем, что там посмотреть, во что он играет. Подошла к нему, смотрю, вот вчера или позавчера, я, честно говоря, в шоке была, в субботу. До такой степени все натурально, такая графика, то есть там нарисованы футболисты, да, там, ну, имеется в виду, люди, живые люди, и вот он ими руководит, и он даже если остановил свои джойстики, они все равно там что-то разговаривают, это все как натурально. Ребята, если вспомнить мое детство, да, у нас самая крутая была игра, это казаки-разбойники, когда ставишь доску на камень, и на... казаки-разбойники, или 12 палочек, 12 палочек, по-моему, называлось, когда ставишь доску на камень, да, и там на одной доске у тебя лежат 12 палочек, а на вторую ты бьешь, и у тебя эти палочки подрываются, там кто-то один собирает, остальные все прячутся. Понимаете, как за буквально сколько тут получается времени, там 30, да, 40 лет, у нас прогресс произошел, да, там у нас вообще, в принципе, в мире, вот, и естественно, мы должны понимать, что у нас мир-то движется вперед, и поэтому потока информации меньше не будет, только нужно научиться с ним справляться, только нужно научиться его брать для себя, для каждого. Вот, ребят, такая вот тема у меня сегодня была, можете еще пока позадавать вопросики, и я пока тут позавершаю, уже к завершению идет. Смотрите, очень важно, вот просто-напросто обратила внимание, что многие игнорируют вот этот, значит, момент, когда начинают пропускать обучение, когда начинают пропускать вебинары, когда начинают пропускать планерки, да зачем мне это надо, да как это, зачем надо, если ты собираешься планировать расти в этом бизнесе, как ты будешь обучать свою команду, если ты не научился, если ты не взял у спонсора то, что он тебе дает, ведь у нас же здесь самый простой бизнес в мире, бизнес дубликаций, не надо придумывать велосипед, нужно идти, нужно идти вот прям по следам, да, то есть, то, что сделал спонсор до тебя, тебе просто нужно это повторить, тебе просто нужно это повторить, не нужно ничего придумывать, есть у тебя какой-то свой креатив, есть у тебя какая-то своя фишка, внедри ее в систему, да, конечно, хорошо, но я в принципе могу поделиться, мне не жалко, я сейчас могу рассказать, хотите, завтра расскажу прям подробно, давайте у меня завтра эфир, давайте завтра расскажу вам на обучение, расскажу как раз вот про вот эти два проекта, которые у нас проходят, это 5 на 10 и рисунки, давайте, давайте завтра прям в красках прям все распишу, и как раз у меня запись будет, и поделюсь в команде, вот, и ребят, короче говоря, дублицируйте своего спонсора, делайте так, как он делает, если он уже дошел до этого результата, значит он дошел до этого результата, благодаря системе своего спонсора, а тот, в свою очередь, благодаря системе своего спонсора, да, вот, поэтому и ваши партнеры, они придут к результату, только лишь благодаря тому, что они вас будут дублицировать и это будет спускаться вниз 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 если на ком-то оборвалась цепочка то не ждите что это будет бизнес на года на века и это будет долго да то есть мы же глубину все равно опускаем это все вот ребят поэтому давайте тогда значит дублицируем спонсора говорим все то что он делает ходим на планерки ходим на обучение будем активными в чатах с этого дня читаем литературу очень кстати классная книжечка вообще прям бодрит мотивирует вы знаете такая главная фраза которую я вынесла сколько я прочитала 30 страниц прям очень такая мне фраза запомнилась относитесь к людям с оправданием знаете да когда люди встречаются допустим подружки на кухне да и начинают обсуждать допустим ну там другую третью подружку которые сейчас с вами не туда либо того человека который здесь не присутствует да ну короче говоря которые обсуждают людей это бедные глупые люди те люди которые обсуждают идеи это богатые состоявшиеся и как бы предприимчивые люди поэтому естественно лучше возьмите книжку почитайте да и обсудите с каким-то другом вот и вот здесь я как раз таки прочитала в этой книжке значит такая фраза что относитесь к людям с оправданием не не стоит про какого-то человека думать плохо если он сделал определенный какой-то поступок то значит к нему нужно отнестись не с осуждением а его нужно оправдать вот и тогда конечно у вас поменяется мировоззрение поменяется ваше отношение к людям и соответственно у нас же жизни жизнь по принципу бумеранга да и соответственно к вам тоже такой же поток энергии направится да то есть к вам тоже так же люди будут хорошо относиться вот поэтому ребят давайте значит закругляем сегодняшний эфир обучаемся достаем спонсора если вы еще не знаете как обучаться и из чего состоит система обучения обратитесь пожалуйста к тому человеку который вас обучает которые у вас в чатах курирует до ваши чаты который является вам спонсором вот ну а завтра я расскажу тогда все по нашим двум проектам которые мы запустили это проект рисунки и проекта 510 вот ребят будьте будьте в команде будьте в курсе событий и участвуйте активно в жизни жизни нашего проекта продвижения все пока пока надеюсь было полезно пока до завтра